Всем привет, друзья! Новая рубрика нашего канала, которая называется «Не Орел и Решка». Такое название она получила, потому что мы не бросаем на метку. Мы просто рассказываем о своих историях. Итак, 2018 год. Аланье. Бархатный сезон. Своё путешествие мы начали с украинского Бориспада. Украинский аэропорт удивил своей гостеприимностью, чистотой, красотой, вместимостью. Здесь мы встретили людей многих национальностей. Здесь были и немцы, чехи, поляки, русские, украинцы. Очень много улыбчивых, добрых, гостеприимных людей. Цены здесь демократические. Никто не мог остаться здесь голодным или просто не улыбнуться. Всё довольно приятно, хорошо, чисто и уютно. Давайте сравним реальные цены. Итак, посмотрим. Пожалуйста, кофе, чай, бургеры, пепси, всё, что угодно. Вскоре мы с вами просмотрим меню. А сейчас я вам и хочу показать чашку. Просто чашку, которая стоит 600 украинских гривен. По курсу доллара 1.28, это получается 21 доллар. Честно говоря, заплатить 21 доллар за чашку, как бы мне не очень хотелось. Я пошёл добываться Ягуара. Просто красавица машина. Она меня очень-очень вдохновила. И, да я даже задумался, а может никуда не лететь, просто купить себе машину и приехать домой на машину. Классная, классная тачка. Очень понравилась. Сам аэропорт очень вместимый, чистый, красивый. Очень комфортно себя здесь чувствуешь. Люди все в ожидании своего рейса. Они смотрят на табло. Ну, мне не хотелось сидеть на одном месте. Было в запасе 2 часа. Поэтому я решил погулять. Вот я вижу, стоит Юрий Горбунов. Вот я сейчас подойду с ним. Похлопаю по пучу. Скажу привет, Юрий. Ну, приятно сфотографироваться с известностью. Поэтому я пошел бродить. И вот привело меня к этой стойке. То есть здесь цены на алкоголь не выставлены. Но зато можно посмотреть меню. Сам выбор просто широчайший, как вы видите. А вот и меню. Пожалуйста, английский запад. 125 украинских гривен. Пожалуйста. Здесь вы можете заказать все, что угодно. Также дополнить пиццу отдельными ингредиентами. Цены вы видите. Можно добавить лосось. Маслины, сыры. Все, что душе угодно. Я похлопал меню и подумал, наверное, я не голоден. И пойду дальше. Паспортный контроль. Аэропорт просто шикарный. Красивый, чистый. Множество бутиков. Что, конечно, симпатизирует. А вот и наш самолет. Да, это наш самолет. Компания Вин Роуз. Что в переводе вы знаете. Роза ветров. Поэтому. Мы очень рады своему самолету. Это наша первая поездка. А вот уже и утро. Внизу красуется Анталия. Дело в том, что, чтобы вы попали в Аланию, нужно приземлиться в аэропорту, который находится в Анталии. Путешествуют туристы. Также с малыми детьми. А вот я достал такой вот прайсик. Я лучше его сфотографировал, потому что было темно. И вы видите. Продаются сигареты. Парламент. 35 евро. Мальборо. 33 евро. Ну, собственно говоря, вы видите. То есть, я подумал, как хорошо, что я не курю. И, честно говоря, обрадовался. А вот утренняя Анталия. Красавица. Чтобы приземлиться в аэропорту, самолет должен развернуться в море. Потому что аэропорт находится у самого моря. Поэтому, конечно, зрелище очень красивое. И вот уже мы едем с Анталии в Аланию. Путь следования лежит через красивые турецкие пейзажи. Ехать два с половиной часа. Но это нисколько не напрягает. Наоборот, очень интересно. Вы знаете, когда, особенно впервые за рубежом, очень все интересно. Все, конечно, притягивает. Все хочется вот так вот рассмотреть, посмотреть. И начинаешь любоваться этими гостиницами, этими пейзажами. И понимаешь, что два с половиной часа я буду любоваться этой красотой. Гид будет рассказывать нам все самое интересное. И мы не соскучимся. Однозначно. Гостиницы здесь очень интересные. Они разнообразные. Трешки, четверки, пятерки. Насколько Гид потом расскажет, самая такая элитная гостиница. Это семь звезд. Ну, я не представляю, честно говоря. Пятерках мы слышим. Но семь звезд. Наверное, с полетом в космос. Не знаю. Но все начинает быть очень интересным. На этом первая серия заканчивается. Вскоре будет продолжение. А вот и Средиземная моря. Средиземная моря.